Что, как поедем? Да, я не знаю, но вот он вроде поворачивает, а вроде и запрещали его. Ну его нафиг, поедем прямо. Вот так сегодня утром мы ехали на съемки. Спорили, можно поворачивать с Дубровинского на мост или нельзя. Слухи о новой схеме пошли еще в конце апреля. Якобы на мост будем попадать только по Вейнбаума. И сразу после майских праздников. Водители в большинстве своем, конечно, против. Ой, вы что, это уже не надо делать. Надо как сейчас, так и ехать. Ой, и пробка большая будет. Вообще-то зря, потому что там очень большой поток машин. А если запретят, как будет? Через Качу. Придется на Качу ехать, потом сворачивать или по Марксу, по Марксу пробка всегда. Надоело, но закрывать разные места, чтобы пускать объезд под другим улицам, тоже не вариант. Я так считаю. Сегодня днем чиновники слухи развеяли. Поворачивать с Дубровинского на мост еще можно. Но в следующую субботу все изменится. Закроют левый поворот. То есть машины, которые едут от Николаевского моста, смогут проехать только прямо. Тем, кто едет от речного вокзала, поворачивать можно. Также поменяют схему и на Сурикова. Одностороннее движение развернут. От Маркса до Дубровинского. Это поможет разгрузить центр уверенной власти. На коммунальный мост въезжает 1038 автомобилей в час, именно в час пик. Из этих 1038 автомобилей, 831 единица, это транспорт, который двигается по улице Дубровинского со стороны улицы Сурикова с правым поворотом. И только 200 единиц, которые осуществляют левый поворот с улицы Дубровинского на коммунальный мост. Они переедут на улицу Карла Маркса, которая будет двигаться более интенсивно, потому что не будет упираться в заторовую ситуацию на улице Винбаума. К счастью, у водителей, чтобы попасть на Маркса, а потом и на коммунальный мост, есть еще как минимум три варианта. Например, улица Перенсона. Чуть раньше есть двухсторонняя улица Кирова, на которую пока еще поворот тоже разрешен. И улица диктатуры пролетариата. С их помощью можно будет попасть на мост, минуя закрытый поворот. Кстати, закроют его 25 мая, но не навсегда. До 25 июля чиновники будут смотреть, прижилась ли схема, нет ли пробок на Карла Маркса. Если все хорошо, схему оставят. Если нет, то ее снова будут менять. Илья Филонов, Владимир Антонов, Новости ТВК.